Девочки, знаете, этих мужиков, которые типа пацаны и пацаны. У меня была такая история, когда я была еще молода, за мной ухаживал парень, и как-то в компании друзей он такой говорит, мы пацаны, мы не лижем. Я такой думаю, ёб твою мать, на этом наше с ним, блядь, общение прекратилось вообще. И вот недавно опять я столкнулась с такой историей, когда мужики ведут себя по-пацански. А по-пацански это значит не унижаться перед женщиной, блядь, не показывать свою слабость. И это так смешно, потому что это такие уязвленные мальчики, которым постоянно нужно какую-то галочку напротив своего имени ставить и что-то кому-то доказывать. Просто хочу обратиться к этим мальчикам. Мальчики, самоутверждаться надо не за счет женщин, а за счет своих достижений в жизни. Всем привет! Ох уж, это тема лизунов. Знаете, я скажу так. Каждый имеет право решать для себя, как лучше человеку или нет. Некоторые женщины не любят делать омлет. И это не значит, что они плохие, они какие-то бракованные. Нет, это нормально, что они не любят это делать. Кто-то любит сало, кто-то любит молоко, а кто-то это не любит. И, соответственно, заставлять этих людей это кушать, это глупо. Собственно, тут и с мужчинами примерно тот же самый механизм. Если мужчина по каким-то своим понятиям или по каким-то там, не знаю, религиозным соображениям, или вообще он просто не хочет это делать, считает это зашкварным, не стоит говорить, что он там фу, он такой-то бракованный, да, это ребячество, он там мальчика включил или настоящего мужика. Человек не хочет, просто человек не знает, как правильно сказать вам, да, что я не хочу, я имею на это право, да, не хотеть делать тебе там лис-лись. Это нормально. А не нормально сидеть и говорить, что вот ты там не мужчина, да, ты мальчик. Ну, а если ты не омлетишь, да, горловым, то ты не женщина, не девушка, а так какая-то там деваха непонятная. Так что ли? Бред.